День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого. Ток-шоу главная тема. Областное родительское собрание в телеэфире. Совместный проект управления образованием Белосполкома и телерадиокомпании Гомель, который стартовал в 2016 году. Вот и сегодня в студии на Пушкино-8 мы собрали представителей родительских комитетов, всех без исключения районов Гомельщины. Как понимаете, тем для разговора масса. Пора начинать. Итак, гости программы. Начальник управления образования Гомельского областполкома Сергей Порошин. Сергей Иванович, рад видеть вас. Начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодёжи Владимир Глазунов. Владимир Иванович, добрый день. Наш постоянный эксперт программы, семейный психолог Евгения Башкинцева. Евгения Семеновна, в голосе просим. Учитель гимназии номер 51 Гомеля, тренер областной команды по математике Александр Струк. Александр Николаевич, здравствуйте. А не так давно гимназия номер 51 Гомеля была занесена на областную доску почёта как лучшее учреждение общего среднего образования региона. Как по-вашему, что привело к таким результатам? Я думаю, что привело к тому, что у нас гимназия не специализируется на каком-то одном направлении, либо воспитательном, либо образовательном. У нас девиз гимназии интеллект, творчество, здоровье, поэтому во всех трёх направлениях стараемся всех детей развивать. То есть нет у нас таких чистых олимпиадников, математиков, которые не играют в футбол, или футболистов, которые не знают физики и не читают Пушкина. Вот, скажем так, похоже чем-то на жизнь гимназии на слова и сказки про Алису Льюиса Кэрла о том, чтобы оставаться на месте, надо бежать, надо быстро бежать, а чтобы немножко двигаться вперёд, надо бежать в два раза быстрее. В общем, гимназия и коллектив спортивные достаточно у вас. Достаточно, да. Сергей Иванович, подключайтесь к разговору. А вот интересно, какие у вас критерии оценки успешности учебного года? Те цели, которые мы ставили перед началом учебного года, они достигнуты практически. Гомельская область подтвердила на республиканских предметных олимпиадах своё достаточно хорошее знание и качество предметных олимпиад. То, что мы сегодня являемся вторыми после Гродненской области по качеству образования, по результатам республиканской предметной олимпиады, говорит само за себя. И самое главное радует то, что сегодня всё-таки подтверждается ежегодное качество образования как городских ребят, так и сельских ребят. Это очень радует. А в целом, можно сказать, что мы достаточно хорошо выглядели в этом году на международном уровне, достаточно хорошо выглядели по разным направлениям, как учебной деятельности, учреждениях дополнительного образования, различных тематических конкурсов и высоких достижений в области энергосбережения, техноинтеллекта. По учреждениям профессионально-технического среди специального образования мы достигли такого олимпийского своеобразного олимпа в спортивных достижениях. Гомельская область впервые стала победителем Олимпиады учреждений профтехобразования. Второе место мы заняли и первое место среди средних специальных учебных заведений. Это тоже наши результаты. В целом, мы очень довольны результатами работы этого учебного года. Но, как сказал Исанин Николаевич, он не закончился. Мы ждем результатов централизованного тестирования, независимого качества образования, которое покажут наши школьники после окончания средних школ. И все-таки сейчас хотелось бы узнать еще и о тех новшествах, которые должен принести новый учебный год. Я думаю, что это, безусловно, больше всего интересует и родителей, и учащихся, и педагогов. Что ждать от нового учебного года? Естественно, новый учебный год приносит всегда какие-то новые моменты в школьной жизни. И этот год будет являться не исключением. Самым таким глобальным изменением будет то, что мы впервые в гимназии не будем принимать учащихся по различным конкурсам, разным тестам, как это проводилось раньше, и экзаменам, которые были после четвертого класса переводные в пятый класс. Это наиболее такое глобальное изменение, которое ждет в следующем учебном году. Естественно, плановое изменение – это обновление учебных программ, это обновление учебных программ четвертых и восьмых классов. Естественно, новые учебники по этим новым программам, они постепенно будут меняться в этом году. Мы ждем замены более сорока учебников новых. То, что возможность с пятой и седьмой классы получат возможность изучать иностранные языки практически на два часа больше, чем это было ранее. Предпрофильная подготовка с восьмого класса, где можно будет выбирать на два часа больше, либо по одному предпрофильному предмету, либо по двум, по одному часу количество учебных часов будет увеличено. То есть ждет нас такие рабочие изменения, которые совершенствуют системы образования Республики Беларусь. Ну и, конечно же, формирование десятых профильных классов – это продолжение нашей работы, которая началась несколько ранее. Ну и в этом году мы закрепляем позиции. Гомельская область была застрельщиком фактически. Вопросов, связанных с получением профессионального образования. Ну, как в народе говорят, УПК, которые в свое время были закрыты, и сегодня идет возрождение. Сегодня с десятого класса этого учебного года, восемнадцатого-девятнадцатого, ребята получат возможность получения рабочих специальностей. И те ребята, которые обучаются в профильных классах на углубленном изучении, по их желанию они тоже могут получить эти рабочие специальности. Это, конечно же, приближит к реалиям жизни, подготовке школьников к самостоятельной жизни. Ну и, конечно же, совершенствование. Все бы хотели иметь у себя в доме мастера, либо электрика, либо швею, либо парикмахера, либо каких-то других специальностей, которые можно применить, независимо от получения высшего либо среднего образования. Но она всегда пригодится в своей жизни. Говоря о новшествах, конечно же, спрошу и вас, Владимир Иванович, как-то поменяется система, схема участия в централизованном тестировании? Да нет, наверное, ничего у нас особенного нового не предвидится в этом году. Это и хорошо, конечно, потому что, знаете, когда очень часто меняются правила, определенная путаница у родителей, у детей. Единственное, то, что волнует абитуриентов, это проходные баллы, даже не проходные баллы, те баллы, которые позволят участвовать в конкурсе при поступлении в высшее учебное заведение. Они немножко поднимаются на 5 баллов по первому профильному предмету. Ну а второе новшество, которое сегодня волнует наших абитуриентов, это сколько будет действительно сертификат. Он действительно два года. По-прежнему, здесь тоже без изменений. По-прежнему, это прошлый год, да, уже к нам приходят абитуриенты, которые забыли про централизованное тестирование, а потом вспомнили, что у них, оказывается, есть еще и уже сертификат по какому-то предмету. Кстати говоря, вот если анализировать результат соцентрализованного тестирования последних нескольких лет, что можно сказать об уровне знаний учащихся? Он улучшился, либо остался на одном и том же месте? Про результат с минусом как-то и не хочется спрашивать? Ну, вы знаете, в принципе, наверное, такой вопрос достаточно, скажем так, лукавый или такой хитрый в том плане, что, вы понимаете, тесты каждый год меняются, в общем-то, в принципе, контингент. Те дети, которые сдают тестирование, они тоже, в общем-то, разные. Наверное, для родителей сегодня очень важно, насколько наша система образования, наши учителя, наши школы могут обеспечить те баллы, которые позволят им затем учиться в университетах. И здесь, в общем-то, вот к тем, скажем так, достижениям нашей области, я мог бы добавить достижения нашей области в централизованном тестировании. И, правда, за прошлый год, наша область впервые за многие годы, в общем-то, стала первой среди областей по среднему баллу. Я только, Владимир Владимирович, я хочу вас поправить. Первого в Республике Беларусь на 0,04, но мы ошли в город Минск, все учебные заведения города Минска. Это тоже высокая достижения. Какой процент ребят сдали ниже среднего? Ну, опять же, что значит ниже среднего? Я понимаю, что очень важно знать, а кто же все-таки не набрал этих 15 баллов по математике или 15 баллов по физике. Большой процент? Да, процент у нас этот небольшой. Если мы посмотрим на количество поступающих, те, кто принес документы в высшее учебное заведение Республики, то у нас по области он очень высокий, он за 60%. Понимаете, то есть это говорит о том, что за бортом остается по результатам централизованного тестирования у нас в регионе не так много детей. Вот интересно, здесь еще традиционно не очень высокие баллы по результатам централизованного тестирования. Они все-таки говорят о сложности испытаний или не очень хорошей подготовленности ребят, а может быть о чем-то другом, как по-вашему? Я думаю, что они говорят просто о том, что выпускной экзамен как форма, контрольная работа из 10 заданий на 5 часов и тест из 30 заданий на 3 часа – это разная форма. А между выпускным экзаменом и тестированием у детей проходит буквально 2 недели. Да и задачи, наверное, разные, да? И задачи разные. Чтобы испытания все-таки дать оценку за те 11 лет, задача централизованного тестирования – выбрать лучших для высшей системы образования. И экзамен в основном идет за 10-11 класс, а тестирование включает в себя вопрос, почему очень сильные ученики, которые пишут на 9-10 экзамен, они попадают на ошибки буквально в первых заданиях, а 1, а 2, а 3. Потому что задания идут простенькие, но 5-й, 6-й, 7-й класс и ребенок уже знает, что он это знает. Я узнаю еще, кто знает, как же настроиться на результат. Евгения Семеновна, вот ваши советы и родителям, ну и, конечно, тем, кто пойдет сдавать экзамен. Прежде всего, конечно, хочу родителям свою рекомендацию предложить, потому что сами по себе дети, они, безусловно, нервничают, они волнуются, они хотят соответствовать всем тем запросам, которые им взрослые уже предложили. Родители накручиваются не меньше, а иногда даже больше, чем детки. А потом накручивают? А потом накручивают своих абитуриентов, своих выпускников, поэтому, конечно, самое главное, чтобы в каждой семье вариант поступления, непоступления, успешности, неуспешности не был один. Чтобы вариантов в семье было как минимум два. И если даже что-то не получится в этом году, да, не нужно уже объяснять ему, что мир рухнет тебе на голову и дом наш тоже рухнет, а нужно давать возможность еще думать о том, что может произойти, если в этом году не все будет так безоблачно и замечательно, как хотелось бы всем и большим и маленьким. Поэтому создавайте эти варианты заведомо, заранее и обсуждайте их с детьми. Хорошо. Представим, все-таки будем на это надеяться, что большая часть идет достаточно серьезными знаниями на, к примеру, централизованное тестирование. Что может сделать стресс даже самым серьезным багажом? Ой, стресс вещь очень коварная и такая, я бы сказала, бесконтрольная, потому что, да, ребенок может быть очень хорошо подготовлен, да, дома тоже его хорошо так замотивировали, да, педагоги сработали замечательно. Но в какой-то момент вот эта стрессовая нагрузка, она обваливает нашего выпускника, как, ну я не знаю, как плащ-палатка. И из-под нее он не слышит и не видит ничего. И задание, которое для него элементарно вдруг представляется ему невыносимым и невозможным, такой белый лист и в памяти, и на бумаге, и ребенок может просто остановиться и не двинуться дальше ни на шаг. Поэтому, конечно, нужно помочь выпускнику, помочь ребенку. Всегда нужно предлагать какие-то простые способы справиться с волнением. Допустим, у взрослого их тоже нет, что бы вы советовали? Вот. Я дарю самый безопасный, который ничего не сделает ни с памятью, ни с соображением, ни с нервной системой. Очень простой способ. Это почувствовать себя в этом пространстве. Просто дотронуться до своего тела, до своих коленок, до своих рук. И потрогать тот стол, на котором сидит наш экзаменуемый. Это не запрещено, Владимир Иванович. И даже стол потрогать. То есть я здесь, мир стоит, аудитория на месте. Сейчас будем писать, все нормально. А как насчет хитрости? Насколько эффективна ее помощь при сдаче экзаменов? Я хочу сказать, что, в принципе, вот за все годы у нас область и наши абитуриенты достаточно дисциплинированы. Мы, если удаляем из аудитории, очень мало людей, это один-два человека. Хитрость, на которую пытаются идти некоторые абитуриенты, это попытка использовать сотовый телефон. Или какие-то шпаргалки, ну, смысл которых вообще у меня как-то в голове в принципе не укладывается. Александр Николаевич, я вот знаю, что многие ваши ученики умудряются поступать в высшее учебное заведение без сдачи централизованного тестирования. Как им это удается? Ну, тут все очень просто. С одной стороны. С одной стороны. Как могло бы казаться. Ребят, все очень просто. Выигрывается заключительный этап Республиканской Олимпиады по математике или Международную Олимпиаду. И все, и выстрелите. Огромнейшая работа, поэтому... Да, и должен, Саша, сказать, что по результатам Олимпиады Республиканской у нас 36 выпускников. Практически уже можно их поздравить с тем, что они потенциальные студенты высших учебных заведений. Им только приходится выбирать, подавать документы, а не студенты. Без централизованного тестирования. Хорошо. А как быть остальным? Успеваемость в школе, дополнительное занятие с репетитором, факультативы. Что бы вы советовали? Ну, в первую очередь, советовал добросовестная учеба непосредственно в классе. Воспользоваться самым бесплатным, доступным. Это факультативы. Дополнительное занятие с учителями-предметниками, которые фактически работают в этой же школе и ведут эти же предметы. Не надеяться на репетиторов, не надеяться на какие-то сторонние помощи. Это может быть какое-то влияние, но это не гарантировано. И мне часто задают вопрос, а правда ли вот в таком-то объявлении написано, что с такой-то процент мы гарантируем сдачу централизованного тестирования не менее 70-80%. Никто не гарантирует. Это чистейший воды обман. Я бы хотел сказать уважаемым родителям, что в большей степени надо верить учителю-предметнику, который дает прекрасные результаты. Как Александр Николаевич. Я готовил Сергея Ивановича. У меня, в частности, есть такая практика в гимназии. У детей отзвенел выпускной бал. И мы в то время, которое осталось до тестирования, мы собираемся каждый день по 3-4 часа готовимся к тестированию. То есть все-таки терпение и труд никто не отменял. Вот самое простое, что может помочь, и самое эффективное. Вот это есть актохитрость, которая срабатывает. А вот еще не менее важный вопрос. Как же выбрать профессию тела всей жизни? Ваш совет родителям. Как аккуратно, действительно аккуратно советовать, а не настаивать? Знаете, самая большая ошибка, которую совершают родители, это когда они рекомендуют ребенку, где он потом будет учиться. Куда ему поступать учиться. Как будто бы вот за пределами этого образования больше ничего не существует. На самом деле семья должна помочь молодому человеку понять, что он хочет в жизни делать. Каждый день. И тогда все становится на свои места. Можно идти на ОПК и можно осваивать рабочую специальность. А можно идти в программисты-архитекторы, можно заниматься любым другим престижным или, может быть, даже не всегда внешне престижным, но очень полезным и очень нужным трудом. Самое главное, чтобы семья не выбирала вуз, а чтобы семья выбирала будущую профессию. И вот здесь у меня, как у психолога, есть такая рекомендация. Очень часто дети по своим задаткам бывают похожи на мам. И мама, как наша современная такая вот гендерно продвинутая женщина, она рвет свое решение вперед. И на самом деле это тоже бывает очень ошибочно, потому что да, структура интеллекта может материнскую напоминать, но количество задатков у ребенка может быть безгранично огромным, и оно может даже там до девятого поколения в генетику уходить. Поэтому все-таки нужно понимать, что этому молодому человеку в жизни будет приятно делать. И еще надо помнить, в современной жизни нет законченного высшего образования, есть незаканчивающееся образование. Действительно образование через всю жизнь, вот модель современного профессионала. Сергей Иванович, а вот вы помните те годы, когда вы стояли перед выбором, какое учреждение образования выбрать для продолжения, ну вот после школьной программы? Вы знаете, я абсолютно согласен к тому, что к родителям нужно прислушиваться. И чем я старше становлюсь, все чаще вспоминаю своих родителей. В свое время, после восьмого класса, я поступил в машиностроительный колледж, не колледж, тогда назывался техникум гомельский, на литейное производство. Но принципиальная позиция отца, он всегда говорил, мой сын, нужно получить среднее образование для того, чтобы у тебя была открыта дорога для получения высшего образования. Я его послушал. После окончания школы тоже выбирал, куда пойти учиться. Но в то время, не скрою, мне какой-то даже был определенный барьер психологический и неуверенность. Поэтому я принял для себя решение и удивил родителей таким решением. Два года я должен отработать на производстве для того, чтобы прочувствовать рабочие специальности. Я так и сделал. Может быть, мои родители на меня обиделись, но два года я проработал по рабочим специальностям. Я был фрезеровщиком, я был слесарем. Но я прочувствовал рабочую необходимость и получил практически эти навыки. После двух лет я поступил в высшее учебное заведение, но родители об этом не знали. И когда я получил уже подтверждение, я пришел и показал о том, что вот, пожалуйста, я являюсь студентом университета Гомельского государственного имени Франциска Скары на первом курсе. Отец, конечно, так сказать, на лице показались мужские скупые слезы. Он сказал, я тебе желаю, мой сын достигнет тех успехов, которые ты запланировал. И я благодарен за эту поддержку. Выбор, он всегда сознательный. Я сознательно выбор сделал. Учился на биологическом факультете. Я благодарен своему учителю, который придал мне уверенности в 10 классе по выбору этой специальности. И я фактически не меняю свое направление деятельности всю свою жизнь. Говоря о системе профориентации, я знаю, что вот та схема и модель, которая выстроена у нас в регионе, по-настоящему, без скромности скажу, является флагманской в масштабах Беларуси. Владимир Иванович, что бы вы выделили наиболее эффективное в этой системе? Как по-вашему, что больше всего эффективнее может помочь школьнику определиться с будущей профессией? Ведь это действительно важно. Вот, Сергей Иванович, хорошую мысль сказал. Фактически это, ну так, теоретические основания для нашей профориентационной работы в области. Это ребенок должен очень многое попробовать в своей жизни сам. Мы хотим уходить, мы развиваем эту систему, мы хотим уходить от просто-напросто созерцания, знакомства. То, что сегодня у нас работает при профориентационной работе, когда дети посещают вузы или средние специальные учреждения образования. Пришел, посмотрел, ознакомился и пошел дальше. Да, интересно, но в душе не отложилось. Надо, чтобы ребенок, конечно, сам своими руками очень многое в жизни попробовал. И тогда, наверное, он найдет и рабочую специальность. Может быть, он в самом деле замечательный столер, краснодеревщик, в общем-то. Но он это должен попробовать однозначно. Это основа. То есть, ну... А что этому сопутствует у нас в регионе? Вот какие механизмы созданы для того, чтобы помочь и детям, и родителям? Что, по-вашему, наиболее эффективно? Ну, во-первых, сегодня, наверное, самую главную роль в этом играет система доп. образования детей и молодежи. Это однозначно. Вы посмотрите. Вот талантливые певцы, талантливые танцоры, талантливые спортсмены. Откуда они выходят? Они однозначно выходят из системы доп. образования. Он туда приходит, потому что... И ходит туда, потому что ему интересно, потому что его влечет, потому что там у него, в общем-то, не учитель строгий, который, так сказать, будет его ругать и наказывать, а там у него партнер, с которым они, в общем-то, работают вместе, чтобы этот ребенок достигал каких-то результатов. Мы вот в системе доп. образования начали такой проект профориентационные каникулы, профлагеря. Это у нас уже третий сезон. Знаете, это когда ребенок попадает, в общем-то, во время отдыха, ну, мы пытаемся различными мероприятиями погружать его в те или иные профессии. Во многие профессии, не только в престижные, как сегодня у нас происходит в коммерческих таких проектах, когда идут на, там, вот мы читаем объявления, да, вот детские лагеря Академии ШАК по программированию. Понимаете, а хотелось бы, чтобы он все-таки узнал, что такое почтальон, кто такая доярка. И у нас есть производство, в общем-то, на селе, которое, знаете, отвечает самым последним веянием, в общем-то, времени технически оснащенной. А возможность заработать в рабочих специальностях, она есть сегодня? Сергей Иванович, вы наверняка мониторите ситуацию. Конечно, есть. И заработать есть. И дополнительно именно образование, особенно профессиональное образование, раскрывает такие возможности. Это и работа в строительных студенческих отрядах. С 15 лет практически можно реализовать себя везде, через общественные организации, БРСМ, значит, самостоятельно устроится. Комитет по труду и социальной защите, есть достаточно большое количество проектов различных. Ну а если у тебя есть еще задатки, которые ты получил именно в 10 классе в школе, а ты еще учащийся 11 класса на следующий год, то, конечно же, при таких навыках и легче заработать, и больше даже заработать. И это сегодня приветствуется. И должен сказать, что тот проект, который существует сегодня в профориентационной работе детей школьного возраста, дает свои результаты. И сегодня хорошо зарабатывают учащиеся колледжи машиностроительные на предприятии, такое как Гомсельмаш, сельскохозяйственное производство. Наши ребята принимают участие по уборке урожая, в том числе, помощниками комбайнеров, в том числе. То есть широкие возможности. Когда ты умеешь делать что-то, у тебя открываются широкие возможности хорошо жить и хорошо зарабатывать. Это областное родительское собрание в телеэфире. Сегодня в студии на Пушкина 8 представители родительских комитетов всех без исключения районов Гомельщины. Я просто уверен, что в зале есть вопросы. Уже мои гости приглашаю к общению. Татьяна Александровна, город Гомель. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Сегодня централизованное тестирование, сертификат по централизованному тестированию действует два года. Возможно ли дать право нашим учащимся старших классов сдавать тестирование не только в 11 классе, но и в 10, для того, чтобы в дальнейшем при вступительной кампании выбрать наилучший вариант? Спасибо большое. Владимир Иванович, наверное, я к вам. Понимаете, если исходить из нормативной базы, из того положения ЦТ, который у нас существует, то централизованное тестирование – это государственные вступительные экзамены. И сдают их только те абитуриенты или те учащиеся, которые фактически имеют на руках уже аттестат или документ о среднем образовании. И это первое. Второе, что очень важно, вы понимаете, что когда ребенок учится в 10 классе, он еще заканчивает 10 класс, он часть программы еще не изучил. Однозначно, вот этот дополнительный стресс, получится хорошо, не получится плохо, а ведь нет гарантии, что одно вот это тестирование, потом его отвернят от этого тестирования на долгие годы. Поэтому, в принципе, и законодательно, и чисто по-человечески я бы не советовал идти сдавать централизованное тестирование в 10 классе. Хотя на репетиционное тестирование никто не запрещает сходить. Репетиционное тестирование, в общем-то, как для знакомства с процедурой. И мы и на репетиционное десятиклассникам не очень советуем идти, по той простой причине, что нужно здесь понимать. У каждого разный характер. Один спокойно переживет отрицательный результат, а другой будет переживать целый год, почему он получил такие низкие баллы. Спасибо большое. Еще один вопрос. Добрый день. Янина, город Гомель. У меня вопрос к Сергею Ивановичу. Я живу в Советском районе. Как только родился ребенок в семье, мы стали на очередь в детский сад, который расположен во дворе нашего дома. Но в этом году нам сообщили, что мы туда не попадаем, так как перед нами много детей из других районов, в том числе из Новобелецкого района. Вопрос. Обязано ли в первую очередь брать в детские сады тех детей, которые живут в тех районах, где расположены детские сады? Или же тут по очередности смотрится? Спасибо. Если очень коротко, то вам дали правильный ответ. Нет, это не строго обязательно. Не за одним детским садиком нет закрепления микрорайонов, как это делается за школами и гимназиями. Поэтому ответ прозвучал правильно. Вам предложили по месту, допустим, следования вам на работу, либо удобное расположение детско-дошкольного учреждения по транспортной какой-то обеспеченности, там автобус, троллейбус, либо маршрутное такси. И если вас это устраивает, пожалуйста, вы можете получить направление. Но, к сожалению, существует такое понятие, как очередность. Спасибо большое. Еще один вопрос из зала. Добрый день. Гомельский район, Наталья. Подскажите, можно ли отдавать ребенка в 5 лет в школу? Если кратко, то в исключительных случаях это можно. В зависимости от развития ребенка, психофизического состояния ребенка и оценки педагогической подготовки детей, и в зависимости от того, когда он родился. Если ему 5 лет и до 6 не хватает 2-3 месяца, это один вариант. Если ему чуть более 5 лет, это совсем другой вариант. Мы рекомендуем все-таки отдавать детей 6-летнего возраста. И у каждого ребенка, я уверен, что должно быть детство. Он должен пройти определенное развитие. И если есть такая крайняя уже необходимость, то есть возможность определения детей в первый класс с 5 лет. Спасибо большое. Добрый день. Рогачевский район, Наталья. Ребенок планирует поступать в педагогический университет. Где можно получить целевое направление и какие преимущества? Спасибо. Я думаю, что целевое направление для вас это очень важно. Единственное, у меня вопрос к вам. Скажите, а в этом году заканчивает школу ваш ребенок или в следующем? В следующем. Если в следующем году, то этот вопрос уместен. Вы должны обратиться в районы отдела образования для того, чтобы заявить о намерениях ребенка поступать в 2019 году на педагогическую специальность. Мы включим состав кандидатов для поступления на педагогическую специальность и выдадим вам целевое направление. Целевое направление действительно имеет большое значение. Ребята поступают по другому конкурсу, но это и обязательство со стороны будущих студентов. После окончания высшего учебного заведения они обязаны вернуться по месту получения целевого направления, отработать пять лет по своей специальности, и тогда все у вас будет хорошо. Если в этом году кто заканчивает и есть желание поступить по целевому направлению, то, к сожалению, уже опоздали, потому что мы набор этот уже выполнили. У нас есть кандидаты для поступления в педагогическое высшее учебное заведение Республики Беларуси. И на каждую специальность практически у нас есть конкурс до двух человек на одно место. То есть там существует тоже определенное... Даже среди целевиков. Да, среди целевиков. Добрый день. Добружский район, Людмила. Учащийся школы в этом году принимал участие в тестировании ПИЗа. Хотели бы узнать его результат? Это возможно? Вы прямо сейчас хотели бы результат узнать? Нет, я просто вопрос задаю. Владимир Иванович. Для тех, кто, наверное, может быть не знает, что такое ПИЗа, это международная программа тестирования учебных достижений учащихся. В этом году наша Республика впервые участвовала вместе с 82 странами мира в этом исследовании. Это исследование проводится... Это не простое тестирование, где мы выявляем просто знания. Это тестирование, которое по результатам читательской граммности, математической, естественно, научной, определяет, насколько ли успешен ребенок будет в будущем. То есть насколько вот те знания, которые он получил в жизни, вот эти умения, позволят им хорошо затем, в общем-то, себя чувствовать в жизни. И поэтому, в принципе, эти тесты были необычные, они были достаточно... Они очень отличались от традиционных тестов. Если говорить об участии вашего ребенка и вообще наших детей, у нас участвовало 44 учреждения образования в области. И сравнить это со спортом, то можно сказать, что ваш ребенок участвовал в этом тестировании в качестве команды, которая называется Республика Беларусь. Результаты будут известны к концу 2019 года. И личных результатов, ну так по технологии заложено, личных результатов мы не узнаем. Это, так сказать, экзамен всей системы образования нашей республики. Спасибо большое. Татьяна Ракицкая, город Жлобин. Вот скажите, вот наши молодые люди очень часто поступают в филиалы российских вузов, которые с приграничным в Республике Беларусь областях. И, ну, как бы считается, что туда легче поступить. У меня вопрос. Вот как вы относитесь к качеству образования этих вузов? Сергей Иванович, если можно, это к вам вопрос. Вы знаете, если сказать так, как гражданин, и даже как и специалист, и не специалист, я не доверяю этим филиалам. И все мы прекрасно понимаем, и вы в том числе, и гомельчане, которые хорошо знают условия обучения, и как там учат, и чьи учат. Условия оплаты, вы хотели сказать. Ну, условия обучения, я имею в виду так, даже в кавычках, и качество подготовки этих специалистов. Поэтому мы всегда рекомендуем. Хочешь получить хорошее образование, поступай в высшее учебное заведение Республики Беларусь. Гарантированно государственно высокий уровень образования. Если ты захочешь получить дополнительное где-то в Российской Федерации, то получи первое высшее учебное заведение, окончи именно в Республике Беларусь. Что касается различных филиалов, то на сегодняшний день эти филиалы постепенно уходят. И я вспоминаю время, когда их достаточно большое количество, этих филиалов было, в том числе и в Гомельской области. Они все сегодня закрыты из-за своей несостоятельности, из-за своего низкого качества. Потому что они находились в разных местах, исключая даже учебное заведение. Там, где возможно снятие аренды помещений. Поэтому специалисты, которые там преподают, ну, у меня вызывают сомнения. И я всегда рекомендую поступать на любую форму обучения именно в белорусские вузы. Спасибо. Добрый день. Валентина, город Ветка. Сегодня много говорили о достижениях. Хочу сказать спасибо от всей души за проделанную работу. И подскажите, вот как вы считаете, на сегодняшний день, какие болевые точки существуют в сфере образования? Буквально тезисно, Сергей Иванович. Ну, а к вам. И за достижениями, и с проблемами тоже к вам. Болевые точки. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно было больше места в детских дошкольных учреждениях, чтобы наши молодые родители как можно лучше устраивали своих детей. Как можно выше общее образование и воспитание наших детей и качество подготовки. Это было, есть и всегда будет качество образования. Всегда болевая точка, на которой мы должны работать. Это укрепление материальной и технической базы, создание условий, заботы, здоровоизберегающих технологий применения в образовательном процессе, чтобы мы знали, что наши дети умны, здоровы и воспитаны. Самое главное. Вот над этим мы должны работать совместно с родителями и педагогами. Татьяна, город Чечерск. Скажите, пожалуйста, централизованное тестирование, ну, как-то оно стало более сложным. Да, ну, как наши дети будут к этому готовы? Спасибо. Это все будет зависеть от того, как они будут готовы. Как по-вашему? Ну, я думаю, что централизованное тестирование не становится сложнее. Мои ученики тоже такой версии придерживаются в начале года 11-го, в 11-м классе. Ну, потом я им для сравнения даю тест, например, 2005-го года и тест 2017-го года по математике. Те, кто видели, понимают, что разница огромнейшая. Просто огромный. Тесты становятся, на самом деле, легче. И поэтому детей не настраивайте на то, что вот вам будет сложнее. Ничего не будет сложнее. Добрый день. Кармянский район, Кира. У меня такой вопрос. А планируется ли возврат на пятибальную систему оценки знаний в Республике Беларусь? Кстати, периодически и сегодня всплывает информация, в том числе, ну, чаще всего в интернете, хотел сказать, в том числе в СМИ, о том, что ну вот поигрались в десятибалку, вернемся к пятибалке. Что скажут эксперты? Нет, я, Саша, не согласен. Мы не поигрались. Мы реально сегодня живем по десятибальной системе. Функционирует система образования уже более десяти лет. В ближайшее время не планируется перевода на пятибальную систему. И поэтому мы и в следующем учебном году будем работать по этой десятибальной системе. Ну, вот так кратко. А вы за пятибалку или за десятибалку? Наверное, за пятибальную систему. Потому что, когда учились сами, была пятибальная система. Как-то, мне кажется, было проще. А сегодня спросить у учащихся школ, за какую его систему? Они говорят, ну, за пятибальную систему, потому что мы по ней учимся, но нам так проще. Да, конечно. А, кстати, я хочу возродить вам по поводу пятибальной системы. Я тоже учился по пятибальной системе, но у нас не было пятибальной системы. У нас была одиннадцатибальная система. Вспомните, я уже в этой студии как-то приводил примеры. Единица, двойка, тройка, три с минусом, три, три с плюсом, четыре, четыре с минусом, четыре с плюсом, пять с минусом, пять с плюсом, пять. И посчитать одиннадцатибальная система. Поэтому то время, в которое мы учились, трансформировать на это время, в которое учатся сегодня наши дети, оно в принципе равное. Поэтому самое главное, чтобы наши дети имели крепкие, прочные знания. А по какой системе будет оцениваться это знамя, жизнь даст оценку их знаниям. Итак, это было областное родительское собрание в телеэфире. Напомню, сегодня в студии мы собрали не только наших постоянных экспертов, но и представителей родительских комитетов, всех без исключения районов Гомельщины. Что ж, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи.